На восстановление жилищ и инфраструктуры, которые были разрушены недавними землетрясениями в Турции и Сирии, и на помощь пострадавшим будет собрано и выделено 7 миллиардов евро. Такое обещание сделали в понедельник от лица международного сообщества участники конференции в Брюсселе. Представитель программы развития ООН сказал, что нужно обеспечить поступление донорских денег тем, кто в них больше всего нуждается. Подземные толчки 6 февраля стали сильнейшим стихийным бедствием, обрушившимся на регион в новейшей истории. Погибло более 56 тысяч человек. Кроме того, проливные дожди и наводнения в последние недели оставили многих людей даже без временного жилья. Брюссель выложил на стол 1 миллиард евро. Еврокомиссар по расширению сказал, что ЕС отдает деньги, которые предназначались будущим странным членам, тем, кто нуждается в них сейчас. Отношения Брюсселя с Анкарой были напряженными в течение многих лет. А совсем недавно Турция задержала заявку Швеции на вступление в НАТО. Но теперь все стороны демонстрируют готовность вести переговоры и сотрудничать. В июне этого года Евросоюз проведет следующую донорскую конференцию, на этот раз сосредоточившись на поддержке пострадавшей от бедствия Сирии. Неизвестно, кто будет ее представлять.